аллилуйя слава нашему царю благодарим тебя отец аллилуйя приветствую всех тех кто смотрит нас онлайн кто несмотря на пандемию на все вот эти страхи ужасы которые сейчас кругом шумят вот несмотря на это вы в церкви слава богу знаете я говорю всегда одну и ту же вещь я верю что в церковь надо ходить в церковь нужно тратить время тратить силы на церковь потому что с каждым годом мир становится все более цифровой все более облегченный вариант и поэтому люди они как-то раз уже все давайте мы сейчас нам онлайн тем более пандемии способствует ну сама пандемии нам запрещать ну и так далее вот эти все вещи поэтому давайте вот а потом уже пандемии закончатся люди да ладно мы и так посидим друзья мои ну ну церковь это дом божий это общение человек не может быть в общении от общение рождается истина рождается в будущем какое-то направление вы знаете семья как вы сейчас семьи там через интернет заключаются браки и так далее ягу детей как будете рожать через интернет так тот точно так же и и церковь это дом божий поэтому слава богу за тех кто несмотря ни на что на страхи ужаса какие-то там препятствия пришел в дом божий и и заповедь одна звучит таким образом шесть ней работой один господу богу твоему это знаете время как как в театр все равно человек приходит он же не торопится он сидит слушать действия точно также церковь человек приходит хотя мое сравнение с театром очень странновато я но я имею ввиду что ты все равно тратить должен время несмотря ни на что аминь дорогие мои и я приветствую вас всех рад за вас за всех и сегодняшнее мое слово звучит так возлюбить возлюбить господа твоего первый и наибольшие заповедь возлюбить бога это первое и наибольшие заповедь друзья вот знаете мы с вами знаем заповеди а может и не знаем вообще заповеди понятие заповеди но на слуху я рос даже в советской эпохе и все равно люди даже тогда знали что такое заповеди ну примерно конечно путались не могли точно назвать их и сейчас большинство людей собственно все заповеди, наверное, не назовут. И насколько мы знаем, что их 10 заповедей основных, которые дал Моисей, и, соответственно, 613 заповедей более мелкого толка. И вот в этом, на этих, собственно, 613 заповедях строится вся иудейская культура. И сейчас оставим за скобками, потому что тема не в этом. Но суть в том, что люди как-то вот исторически знают, что вот что-то Бог запрещает делать. Что-то там не убей, не пролюбодействуй, не укради, это где-то слышали. А потом религиозное сознание все это еще увеличивает, говорит, вот в зеркало не смотри, не красься, не плюйся, там лишний раз не морозься, не ходи без шапки. И все как будто бы это принадлежит Господу. Но вы знаете, люди настолько в этом запутываются, что в конечном итоге у них вообще пропадает всякое желание вообще изучать Господа, потому что у них такое чувство появляется, что им постоянно все запрещают. Что церковь это сплошные запреты. Ничего нельзя, все плохо, один негатив и одна чернь. Но вы знаете, в том-то и удивление мое было, когда я открыл страницу Евангелия, я увидел, как много в Библии императивов, наоборот, делай, будь, становись, побеждай. Это просто наполнены вот слова Евангелия. Но надо не забывать, что враг душ человеческих, он тоже не дремлет. Поэтому его цель, как правило, извратить сознание людей через, вы знаете, ложь, близкую к истине. Кстати, вот сегодня, встречая большое количество атеистов, зачастую их аргумент основной против Библии, ну вообще против веры, это то, что на земле так много религиозных фанатиков. И было, и до сих пор существует. И я вот часто слышу эти аргументы. Ну, если люди там за Бога, вон что-то там террористические государства строят, самолеты там взрывают, не знаю, что творят, во имя Бога своего, то что в такого Бога и верить? Так вот и хочется сказать, так а ты разберись, в какого Бога верить? Это принципиально важно, потому что не все верующие наследуют жизнь вечную. И даже в книге Якова апостол говорит, и бесы веруют и трепещут. То есть бесы знают, что Бог есть, а что им не знать-то? Они духовные существа, они знают. И трепещут. Поэтому вот просто говорить, что вот люди верующие, значит все неправы, а все атеисты правы. Вот надо разобраться, в чем суть заповедей. И если мы берем 10 заповедей, вот основные 10, то они, как правило, ну, большая часть людей, христиан таких, кто знает Христа лично, кто живет активной христианской жизнью, те знают, что первые 4 заповеди относятся к Богу, а следующие 6 заповедей относятся к человеку, то есть по отношению к человеку. К Богу относятся заповеди, не будет у тебя других богов пред лицом моим. Второе, не сотвори себе кумира, то есть не надо делать никакого изображения. Третий заповедь, почитай день субботний, или не произноси имя Господа напрасно. А четвертый, вот почитай день субботний, или 6 дней работы, один Господу Богу твоему. У нас в христианской культуре мы не говорим о том, что именно хранить субботу, как было в иудейской. Для нас не принципиально, для нас принципиально минимум один день служить Господу. Минимум, это самый минимум. Один день собираться. В субботу нет проблем, в воскресенье нет проблем, в понедельник нет проблем. Для нас это больше духовная вещь. И так как уже сложилась культура, что воскресенье воскресный день, мы приходим, соответственно, в воскресенье. Но 4 заповеди по отношению к Богу, и 6 заповедей, соответственно, по отношению к ближнему. То есть, если ты уважаешь ближнего, желаешь ему добра, то, соответственно, ты не будешь у него там ни красть, соответственно, не будешь пролюбодействовать с его супругой, соответственно, ты не будешь лжесвидетельствовать против него, ну уж тем более убивать и желать не будешь, и будешь почитать отца и мать. Вот 6 заповедей. И вот что самое интересное, что сейчас я возвращаю вас к основному диалогу, где Иисус эти 10 заповедей перевел в 2. По большому счету, вот мы сказали 613 заповедей иудейской культуры, потом они сужаются до основных 10, а потом Иисус как-то вообще сводит какие-то 2. И открываем Луки 10 глава, 25 стих. Евангелие Луки 10, 25. И помним тему «Возлюби Господа Бога твоего». Это первая и наибольшая заповедь. Луки 10, 25. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал». Итак, обрати внимание, «законник». В Израиле существовало большое количество групп религиозных, в основном это были фарисеи, самая большая группа, еще были саддукеи. Это были религиозные деятели, и вот здесь Библия не говорит, кто из них. Это саддукеи или фарисеи, но какой-то законник, то есть человек, изучающий закон Божий. И дискуссии религиозные, это была нормальная практика была. Сейчас у нас тоже такая и есть, но она больше перескочила в соцсети. А тогда люди собирались и вживую рассуждали. Это вообще прекрасно. И знаете, я слава Богу ратую всегда за то, чтобы у нас были домашние группы. На домашней группах всегда можно так или иначе задать вопросы, чтобы неясности стали ясными. Вот на уровне домашней группы у нас есть такие дискуссии, люди могут задать вопросы лидеру, служителю. Если лидер не знает ответ, нет проблем. Вы знаете, никогда не стыдитесь того, что вы чего-то не знаете. Можно сказать, ну простите, я не знаю, спрошу у пасторов наших и так далее. То есть ничего стыдного в этом нет. Но в то время тоже была такая вот дискуссия. Какая-то была расширенная домашняя группа, и вот законник, то есть человек знал Слово Божие, неплохо знал Ветхий Завет, и он задает вопросы Иисусу, написано, искушая его. Вот такой интересный момент, искушая, прям моя Библия так говорит, как и твоя. Написано, искушая. То есть вопрос не с желанием узнать ответ, а с желанием подковырнуть. Вот я уже много лет являюсь пастором, и я заметил, общаешься вот с людьми, и вот какая-то группа людей, и некоторые задают тебе искренне вопросы, говорят, а как вот это вот у вас, а как вот это, что в Библии? Ну ты отвечаешь с охоточкой. А иногда вот видишь прям глаза такие, которые вот тебя просто поймать на чем-то хотят. А вот это, как у вас? И ты пока ему отвечаешь, ты смотришь, ему даже неинтересен ответ. Вообще неинтересен. Он уже думает, как тебе следующий задать, чтобы тебя утопить. Потому что цель тебя просто утопить. И вот у этого парня был такой же, такой же подход. Иисус говорит в 26 стихе. Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь. Вот хорошая методика для вас тоже, друзья мои, в вашей жизни. Когда тебя кто-то хочет на чем-то поймать, задает тебе дурацкие иногда вопросы, и еще на чем-то. Иисус часто отвечал вопросом на вопрос. Это не я придумал, это в Библии. И не раз я это встречаю. Ему задают вопрос. Он, а ты что думаешь? Хорошо. Ну ты мол, а вот что надо? А вот, а ты что думаешь? И он ему говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Спрашивает. Вот что мне, чтобы наследовать жизнь вечную? Что надо делать? Говорит. И думает, сейчас что-то Иисус там скажет. А мы его подловим. Иисус говорит, а ты как читаешь? Что думаешь? И тот интересно ответил. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Кто это говорит? Это говорит сам фарисей или другой законник. Это он отвечает сам. Интересно, что это место не существует в Ветхом Завете вот в той форме, в какой он его сказал. То есть этого нет вот в Ветхом Завете. Есть возлюби Господа Бога. Но вот все детализации, всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, такого нет. То есть очевидно, уже законники собирались, рассуждали, и они уже, еще не Иисус, а до Иисуса, уже сформулировали одну заповедь, которая покрывает первые четыре по отношению к Богу. То есть оказывается, если ты любишь Бога, то ты будешь почитать Его, то ты будешь приходить день субботний, то ты, соответственно, не будешь употреблять имя Его напрасно, ты не будешь делать никакого изображения, ну и так далее, и там подобное. И если ты любишь ближнего, как самого себя, следующая заповедь, то ты не будешь творить против Него зла. Говорит, две вещи. И смотрите, Иисус сказал ему, правильно ты отвечаешь, так поступай и будешь жить. Иисус говорит, да ты прав на самом деле, что ты меня подлавливаешь, вот в этом-то и есть вся суть жизни. Возлюби Господа Бога твоего всей душой, всей крепостью, всем сердцем, всем разумением твоим. И вторая, возлюби ближнего, как самого себя. А вот тут-то и начинается все самое интересное. А мы-то думали, уже приземлились. Вроде бы две заповеди, которые покрывают все, а вот тут возникает вопрос, а как это любить Бога? Вот почему это написано определяет нашу вечную жизнь? Я тут недавно буквально устал и поехал кататься на лыжах, на горных. И, ну, я так бывает, езжу часто там время от времени. Я вообще люблю горные лыжи. У нас гор нет, но вот есть спуск со стороны Оки, правый берег Оки. И вот с нее хорошо смотреть на автозавод, там, на Дзержинск. И знаете, бывает, когда ты действительно, у тебя большое количество ответственности, много людей, много каких-то вот направлений всевозможных. Я стал замечать, что быстро очень устаешь. Действительно, психологически быстро. И, ну, я там молюсь, иногда еду вот спортом позаниматься. И вот я в этот раз поехал, кстати, я что-то так реально устал, ни в коем случае не жалуюсь, но именно психологически еду и думаю, кто-то мне однажды сказал как-то вот так, знаете, пасторам часто такие вещи бросают, болтать не мешки и ворочай. И я вот еду и думаю, действительно не мешки ворочай. Вот я бы сейчас поворочил бы мешки спокойненько, вот месяцок. Оставили меня в покое все со своими грехами, проблемами, с разборками, направлениями работы. И я бы, наверное, отдохнул бы, вот просто разгружая вагоны. Но, к сожалению, вот кто чего выбрал, тот так и живет. И вот я приехал, отдыхая своим умом, катаюсь и вдруг поймал себя на мысли, что когда ты один без компании, тебе постоянно надо подниматься наверх, и там либо сидушка на два человека в новинках, ну, либо такая щетка называется, да, то есть тоже на двух человек. И ты постоянно спускаешься три минуты вниз, поднимаешься пять минут, а то и больше. И ты всегда с кем-то в паре едешь. И пары разные совершенно присоединяются. Кто-то какой-то лыжник рядом. И вот ты поднимаешься, и у тебя есть пять минут. Ну, и некоторые молчат, я молчу. Меня же никто не заставляет. Иногда говорим. И знаете, я четыре часа, я попадал с таким огромным количеством людей в личной беседе. Я поймал на мысли себя, думаю, как интересно вообще. И ты же не о Боге сразу говоришь, ты же едешь пока о лыжах, кто на чем ездит, там, что, как, солнце светит, не светит, красиво, некрасиво. И вот удивительно. Я обратил внимание, пока вот ехал, даже как-то намеками там, что такая красивая погода, говорю, надо же, вот Бог так все это сотворил. Человек там, а, как-то. И я думаю, люди, которые позволили себе кататься на лыжах, это все равно надо тысячу рублей отдать за то, чтобы вот на этот подъемник съездить. Потом экипировка, там минимум 40 тысяч. Ну, если взять в прокат, это хотя бы тысячи две. То есть люди денежные, их очень много, действительно там. И вот я с ними езжу и понимаю, никому не интересна тема Бога. Ну, вот, по крайней мере, с кем я ездил. А прокатился я, поверьте, человеками 40, наверное, наверх, с неверующими. Ну, и как-то вот неохотно эта тема вообще обсуждается. А люди очень милые, все достаточно интересные. Они рассказывают, как они ездят по заграницам, катаются на лыжах, кто какие лыжи себе купил. Некоторые даже успевали рассказать, где они работают за эти пять минут. И как-то мы общались, семья там, как дети. Люди все милые. Ну, из 40 человек, может, парочку со мной матом ругались, и я уж так перестал с ними разговаривать. Ну, материться неинтересно. Я просто молчу, смотрю на погоду. Так вот, к чему я веду мысль? И вот я приезжаю наверх и думаю, стою с горы, столько людей. И думаю, почему большинство людей не знают истины? Большинству людей, очевидно, после смерти не быть с Богом. Почему им не жить в царстве? Почему сегодня вот у нас в церкви, очевидно, не весь город в церквях? И знаете, понял одно объяснение. У них нет любви к Богу. Просто нет. Нет. Вот в этом современном обществе, в информационном шуме, у них нет этой любви. Они даже не понимают, что это такое. И я думаю, интересно, вообще любовь, что такое вот любовь, как мы ее можем определить? Что мы любим, а что не любим? Любим, очевидно, мы то, без чего мы не можем жить. Вот не представляешь ты себе жизни? Ну да, наверное, ты это потеряешь, будешь как-то жить. Вот я любил своих родителей, но они ушли на небеса. И это естественный порядок вещей, что старшие уходят раньше младших. Когда они умирают, тебе трудно представить, что их нет. Но ты осознаешь, что ты их любил и любишь, потому что ты не представляешь себя жизнью. И надо как-то привыкать к новой форме. Тут жена у меня как-то заболела ковидом. И, ааа, умираю. Думаю, что-то никогда не говорила так. А тут умираю. Я ночью, у меня ужасы вообще. Я думаю, господи, жена умрет, это все. Это смысл существования прямо обрубится на 50%. Наверное, у меня, по крайней мере, не знаю, какого. Может, я однолюб такой. Но ощущение было именно такое. Я понимаю, все, даже в путь яблоки. Вот ты не представляешь их, нет больше яблок. Ну, значит, ты их любишь, раз думаешь, не могу представить жизнь без яблок. Я уж не говорю там про детей и так далее. Я понимаю, что я не могу жить без христианского общения. Я не могу жить, очевидно, без церкви. И вы знаете, я осознал, что человек не может жить без Бога. Если в его сердце вообще нет места Богу, то он его не любит, значит. Значит, ему даже он не нужен. Слушайте, тут же простой вывод. Если Христос, который сегодня в тебе, вот если его забрать из твоей жизни, и у тебя ничего в жизни не изменится, очевидно, у тебя и сейчас его нет. Нет у Христа. Поэтому Христа надо просто любить. Вот просто любить Бога, без Него никак. Потому что в Нем сразу всякий смысл. В Нем все ощущение мироздания. Девушку одну вспомнил. Мою хорошую знакомую, у нее муж американец. Она уехала с ним в Соединенные Штаты. И вот, и она, они с ним там детей нарожали, все, в церкви. И муж раз перестал ходить в церковь. Перестал, год не ходил, два, там, три. И она говорит, и вот мы живем, и он что-то едет, ну, в домашней беседе говорит, да что ты ходишь, зачем, толк какой, что ты. И она ему говорит, понимаешь, дорогой, вот у меня весь смысл во Христе. И если вот у меня его не будет, Христа, то я говорю, даже смысла нет с тобой жить даже. Вот нет смысла ни в детях, ни в чем у меня больше нет. У меня только во Христе. И говорит, даже вот этот аргумент на мужа подействовал, что он стал ходить потом в церковь. Ну уж не знаю, насколько он со Христом встретился. Но она мне вот это рассказывает, она говорит, я ему объясняю, да нету никакого смысла. Все, даже в моем существовании нет, ни в любви к детям, ни к чему. Потому что Христос определяет и мою жизнь с тобой, и с детьми, и в обществе. Поэтому любовь к Богу, она однозначно определяет нашу моральную ценность. Почему мы вообще поступаем так или иначе? Почему мы прощаем людей, когда наша плоть говорит, не надо прощать? Почему мы жертвуем что-то, когда кажется, да не надо жертвовать? И вот возвращаемся к моей горной эпопее. Стою я на горе и смотрю, тысячи людей катаются на этой горе, прекрасных, красивых. Почему-то вот лыжники, они как-то в основном в массе свои красивые. Там нет толстых, все как-то симпатичные. Огромное количество молодых девушек на этих вот досках, красивые, волосы вьются, там красиво одеваются. И думаю, Боже мой, им совершенно не нужен Господь. Никому. Прекрасные люди. И у меня напал реальный страх. Потому что я вспомнил эти слова Христа. Христос говорит, самое главное, number one, номер один, все, что может быть в твоей жизни. Из чего вообще все начинается, базис и фундамент в твоей жизни. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением и всей крепостью твоей. Опять как-то переживания в своей жизни вспомнил. Как-то давно на заре еще, там может лет 10 назад, пошел. Я, знаете, я тогда был моложе, я больше переживал за вот, за рост церкви. Сейчас как-то поуспокоился, хотя, наверное, неправильно. Надо, конечно, всегда людей спасать. А тогда я был более амбициозен, молод. И вот я, помню, ушел в пост специально о том, как сделать так, чтобы больше людей достичь для Христа. Чтобы церковь вот физически росла. Больше людей приходило на собрание. Больше. И вот я помню, я вошел в пост трехдневный, уехал на нашу базу. И вот я там что-то ходил по этой базе нашей. Хожу. Сосны красивые. Рассуждаю и такой думаю, Господи, вот бы сделать хорошее кафе нам. Такое кафе, чтобы люди приходили. И кафе у нас лучше, чем в седьмом небе или еще где-то. Потом думаю, да, вот еще бы дети. Вот дети приходят, вот бы было классно, чтобы у нас здесь было как в Диснейленде. Чтобы паровозик ездил вот здесь, вот детей мы сажали, они катались. Дети хотели приходить в церковь, тянули родителей. Думаю, прославление, вот, чтобы прославление было такое, ну, чтобы просто Майкл Дабл Ю Смит просто в обморок падал от наших прославлений. Как люди поют. Чего только я не придумывал. Думаю, снять дворец спорта и так бабахнуть, пригласить людей там, какую-то постановку сделать. И вот рассуждал, рассуждал. И знаете, а в посте ты же особо как-то сконцентрирован на Боге, на самом чистом, на самом таком вот. И чувствую, что-то у меня вот все мои идеи, они как будто бы, ну, что-то они не варятся. Вот бывает, вот приходят в голову, а не варятся. И не поймут, что у меня какой-то конфликт внутренний в духе. Ходил, ходил. И прям четко такой ясная мысль приходит. И я понимаю, что вот так говорит Господь. Когда он обличает твою плоть, и мысль явно не от тебя. Ну, это одна из форм говорения Бога. Иногда он говорит через слова людей с кафедрой. Иногда говорит через Библию. Иногда через что-то. А иногда вот так, духовно. И я иду, и такая ясная пронзительная мысль. Ясная. Если ты не научишь людей любить Бога, и сам не будешь любить Бога, ничего не будет. Ничего. И я встаю, такой, ну да, понятно, Господь. Хожу опять что-то, молюсь, молюсь. И прям, нет, подожди, ты не понял. Возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем твоим. Я, ну, читал много раз. Душою всей твоей. Всем разумением и всею крепостью. Я, да понял, понял, Господи. Хожу опять, молюсь, такой, да, вот, классно бы, классно бы, вот, прославление, классно бы вот это. Потом, бык, Господь, стой, я раз встал. Да, возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем твоим. Всей душой твоей. Всем разумением твоим. Я, да понятно. И опять прохожу несколько шагов, и чувствую внутри опять, да ты ничего не понял. Я, ну, что ты хочешь мне сказать, Господи. Возлюби Бога твоего. Всем сердцем твоим. Всею душою твоей. Всею крепостью твоей. Всем разумением твоим. И думаю, слушай, вот теперь понял, что все определяет нас, как людей, если мы любим Бога. Даже если мы ошибаемся, поступаем иногда неправильно. Но если у нас есть просто эта внутренняя любовь. Просто любовь к Богу. И если у нас есть наполнение любовью к Богу, вот этот источник изливается на нас, тогда мы и к людям относимся тоже так же, исходя из этого источника. И если религиозные люди современные ненавидят остальных людей, значит у них какая-то проблема с любовью к Богу. Я люблю моего Бога, поэтому я сейчас всех вот тут взорву. Я не раз эти цитаты примерно слышал. Я вас всех поубиваю, потому что вы неправильно поступаете, как Бог хочет. Мой Бог, он такой у меня, что я вас всех тут уничтожу. И люди говорят, слушай, в такого Бога мы верить не хотим. Так вот, если ты в эти слова окунешься, то ты осознаешь, что любовь к Богу определяет твое отношение с любовью к окружающим. Итак, смотрите, интересную вещь говорит Иисус. Иоанна 5 глава 37 стих. И мы сейчас прочитаем, есть конфронтация всегда, всегда конфронтация с религиозными как раз людьми. Очень часто, потому что люди делают подмену понятий. Они часто в жизни своей говорят, вот любовь к Богу, я люблю, вот и так далее, и поэтому всех ненавижу. А Христос вот как-то подвел все под одну черту. И вот Иоанна 5 глава 37 стиха Иисус говорит. И пославший меня отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что не веруете тому, кого он послал. Итак, смотрите, конфронтация. Стоят какие-то религиозные товарищи, и они там что-то рассуждают, там у них свои какие-то представления. Иисус говорит, вы ни голоса его не знаете, ни лица его не видели, и слова его нет в вас. С кем он говорил? Я всегда заостряю внимание. Он говорил с фарисеями, которые наизусть знали цитаты из Библии. Они многие вещи знали наизусть, но Христос говорит, слова его нет в вас. То есть ты его читаешь, ты учишь, но оно не живет в тебе, это слово. А если слово, Бог сказал, что он есть слово, оно живет в тебе, оно тебя оживляет, оно дает тебе жизнь, и ты начинаешь любить это действо. Вот действо молитвы, действо прихождения в церковь, поклонения, ты начинаешь любить это как часть твоей жизни. И знаете, я вот честно говорю, вот есть вещи, которые я, например, не люблю. И меня нельзя за это осуждать, я просто это не люблю. Я, например, открываю капот автомобиля, я понимаю, я терпеть не могу двигатели, моторы, вот это все. Я в гараж заходил с детства, я все там не переваривал, вот от всех отверточек до этих газовых ключей. И я понимал, ну такой я человек, поэт может быть, не могу. А у меня папа наоборот был всегда автомеханик, и он мне, сынок, а я как, он там, давай с таким удовольствием. С задором говорит, давай проверим масло в двигателе. И я уже думаю, господи, ужас какой. И он там, смотри, как щелкнет капот, капот открылся, папа. Вот, видишь, как открывается. Давай, вот тут открывай, вот тут щуп. И я уже, какой щуп, какой мотор, оставь меня вообще в покое. Мне это неинтересно совершенно. И я понимаю, ну не надо мне это, не люблю. Вот и все. Какой-то человек может не любить вещи, которые мне нравятся. Нет с этим проблем никаких. Но когда человек говорит, мне неинтересно воровать, не воровать, поэтому я ворую, меня это не интересует. Вот это тогда труба. Когда человек говорит, да не люблю я детей, просто не люблю их и все, child free. Вот я чувствую, у меня сразу какое-то отторжение. И когда человек говорит, да не люблю я Христа, не люблю я Слово Божие, да не люблю я это, понимаешь? Для меня это сразу знак. Потому что можно не любить там лыжи, которые мне нравятся, или там иностранные языки. Можно не любить автомобиль, как я. Это нейтрально. А вот есть вещи базовые, которые нельзя не любить, и нельзя их игнорить. Нельзя, невозможно пренебрегать ими. Иисус говорит, вы учите Слово, но его нет в вас. Оно вам не нужно, по большому счету. Это ваши понты, так называемые, для того, чтобы в то время это было, как бы, ну, престижно, учить стихи Писаний наизусть. Тогда еще не было Лермонтова и Пушкина. Тогда свои были выступления. И вот Христос говорит дальше. Исследуйте Писание, Иоанна 5, 39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Христос говорит, Писание изучайте, не просто учите наизусть, а пусть это слово живет в вас. Пусть у вас будет интерес, пусть оно будет вас возбуждать, это слово. Кстати, очень актуально для нас, которые в этом году выбрали стезю прочитать всю Библию от начала до конца. Я всех вас вдохновляю. В этом году прочитайте, прочитайте, прям возьмите по книгам, берите книги отдельные, прочитывайте полностью. И увидите, как оживет для вас Слово Божие. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славу от человеков, но знаю вас, и двоеточие. И Христос говорит, я знаю вас. Слушайте, вы не имеете в себе любви к Богу. Вот и ответ. Он говорит, ребята, да проблема вся другая. Вот не та, что вы со мной спорите сейчас со Христом. Не в этом даже проблема, что вы там плохие или хорошие. Может вы даже делаете какие-то хорошие дела. Да не в том проблема, что вы поднимаетесь с Павлом Рудничем на этой щетке вверх или на лыжах и рассуждаете на любые темы. Не в этом проблема. Вы замечательные люди. Он говорит, знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. А если вы не имеете любви к Богу, то жизнь ваша бессмысленна. А если она бессмысленна, то вам по большому счету вопрос времени, когда вы дадите сбой. Хоть в общественной жизни, хоть в семье, хоть в отношениях. Потому что любовь к Богу определяет все. И Христос поэтому и сказал с самого начала, возлюби, возлюби Бога, Господа Бога твоего. Четырьмя вещами. Всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением. Когда у меня были проблемы с сердцем, я пришел к кардиологу. К первому своему кардиологу. Это была женщина. И мы с ней общались. И она там что-то послушала меня и так далее. И я тогда ей сказал слова из притчи 4 глава 23 стих. И вот там написано. Вот первый пункт сердца. Любить всем сердцем. И там такие слова. Хранимый всего на свете, храни сердце свое. Потому что из него источники жизни. О, да, есть, вывели. Больше всего хранимого, храни сердце свое. И я сказал той женщине, кардиологу, говорю, вот видимо я не хранил как-то сердце свое физическое. Поэтому оказался у вас. Она, а где это написано? Я говорю, вот притча 4 глава 23 стих. Она раз, что-то там в интернете нашла. По следующей приема я к ней прихожу, у нее уже висит на стене вот это вот, как называется-то, ну не вырезка, а как, ну картинка, картинка полиграфическая. Написала такая мне, спасибо, и вы меня чему-то научили. Я говорю, ну да, бывает, мы друг друга учим. Но суть в том, что я хотел вам сказать, что сердце всегда в Библии употребляется в двух ипостасях. Всегда в двух. Первое, это безусловно физическое сердце. Физическое. Второе, вторая важная ипостась, это всегда наш внутренний человек. Где апостол Павел пишет, по внутреннему человеку, имею такие рассуждения, ваш внутренний человек, там и так далее. Вот эти слова употребляет, это всегда подразумевается в других местах сердца. Храни сердце свое, потому что из него источники жизни. И вот здесь Господь говорит, возлюби меня всем сердцем. Что это значит сердцем? Это внутренним человеком. Это твоей природой, которая называется я. Твое внутреннее я. Независимое ни от каких обстоятельств, ни от каких внешних факторов. Просто твое я. Когда ты один, в тишине, сам с собой, независимо ни от чего. Вот мой наставник, один из наставников, у меня было, слава Богу, в жизни много, слава Богу. И один, который уже на небесах, я всегда о нем говорю, о нем есть книга, кстати, почитайте. Он написал книгу «Гонение христиан в России». Филипп Гаврилович Шеверит. И вот он 11 лет в тюрьме отсидел в советское время за Христа, именно за Христа. И говорит, следователь всегда ему говорил, вот оторвем тебя от христианского общения, выкинем твою Библию и промоем тебе типа мозги. И посидишь годик второй, говорит, и забудешь вообще, во что ты верил. А это, представьте, жесткие годы, жесткие. Первый раз он сел в высоковые годы при Сталине, в 50-е сидел, в 60-е выходил, опять был пастором, его опять сажали. Вы представьте, в то время людей просто сажали. И вот Филипп Гаврилович мне лично рассказывает. И он говорит, и вот сижу я в одиночной камере очередной раз там. Сижу, говорит, уже 5 лет отсидел, уже с семьей контакта нет, ну там письма не доходят, и даже просто обрывают письма. И говорит, Библии нет, я только вспоминаю, что-то по памяти. Братьев, сестер нет, одни уголовники вокруг. И он говорит, и вот мне сохранить веру было очень трудно, потому что там эти разговоры уголовные, чефир, мифир, кто кого за кого. А я верующий, я пастор в советское время, представьте. И он говорит, но Бог всегда хранил, говорит, всегда меня хранил. И я видел, что руку его надо мной, что я несколько раз чуть не умер, а Бог хранил. И он такую вещь говорит, когда я оставался один, я сам себя спрашивал, люблю ли я Бога. И говорит, и удивительно, что приходило такое внутреннее тепло, что я шел по правильному пути, говорит, потому что вот оставаясь один, знаю, сам себя спрашиваю, люблю я Бога. И говорит, и в этой одиночной камере я, говорит, расплакался от любви. Он говорит, я просто сидел, плакал там после годов, не сожалеяя себя, думаю, как я люблю Господа. И говорит, весь, и говорит, сразу так легко сидеть. Он говорит, у меня есть смысл. Вот уголовники сидят за свои дела, а я, говорит, у меня смысл есть. Я сижу за Христа. И он говорит, и я, говорит, дверь открываю, мне этот там офицер, говорит, ну что, типа, насиделся. И говорит, что ты радостный такой? Он говорит, да не знаю, говорит, вот радостный и все. И говорит, а радостный, потому что люблю Бога. Друзья мои, это определит вашу жизнь во всех трудных ситуациях жизни. Если ты любишь Бога всем сердцем, когда твое я, говорит, я люблю его. Второе, Господь сказал, возлюби всей душою. Душа, это всегда наши эмоции. Душа, она эмоциональна. Знаешь, и когда есть эмоции, ты же любишь, так ведь? Если ты любишь свою невесту, свою подругу, ты хочешь скупить весь ювелирный магазин. Потому что это эмоции. А потом время проходит, вроде раз, и что-то глупый был, купил такое дорогое кольцо. Но эмоции в момент страсти, это прекрасно. Поэтому церковь, это всегда должно быть страстное действие. Всегда. Вы знаете, я вообще не знаю, как проповедники, как пасторы, священники превратили такую прекрасную книгу в такую нудятину, которую я слышал годами. Когда порой думал, да как же вообще нудеть-то о Слове Божьем. Там такие действия, но одно страшнее другого. Ну, в Библии, почитайте Ветхий Завет. Там все время, я говорю, фильмы снимайте в Голливуде. Вы просто забудете всю эту бредятину про Джека, за которым гоняется кто-то из-за наркотиков. Тут вон за Давидом гоняются так, что не псалом, то сюжет. Так ведь? И я читаю все время, думаю, тут слезами обливаешься, тут детектив, тут еще чего-то. А с Христом еще интереснее. И вообще кончилось смертью и воскресением. Аллилуйя. Там еще и воскрес после всего. Мощь. И вот эмоция. Эмоция всегда может быть в любви. И если ты приходишь на собрание, идет хорошее прославление, может быть, касается твоего сердца. Ты же тянешь свои ручонки к небесам. Почему-то. И страшно даже бывает. Думаешь, подниму, а что соседи скажут? Что они там, ой, я первый раз. И вот это вот все начинается действовать. Я помню же себя. Я же тоже приходил в церковь и там, ой, ой, смотришь, там люди поют, что-то. А я на них наблюдаю. А потом понял, как только я вот осознал, что я его люблю, когда мне пришло вот это откровение. Тебе же не стыдно, что ты с женой идешь? Так ведь с невестой? Ну она твоя. Так же и тут. Ты понимаешь свою идентификацию. И все. И ручонки потянулись легко. Господи, счастье-то какое. И слезы потекли, когда нужно. И радость сразу пришла. И церковь, друзья мои, это не всегда только проповедь. Поймите, церковь это твое личное встреча с Богом. Когда ты с ним встречаешься, эмоция тебя захватывает. Церковь должна быть эмоциональна. Прощение должно быть эмоциональным. Все должно быть эмоциональным. И если ты читаешь Библию уже давно, как сухарь, на прославлении стоишь, глазами смотришь вокруг, значит где-то ты уже потерял вот эту начиночку. Тогда возвращайся. Возвращайся снова и снова. Знаете, у меня тоже было еще переживание такое в жизни. Я, как правило, может повторяюсь. Но если послушать эту историю еще раз, нет проблем. Послушайте, скажите себе, нет проблем, пастор, сто первый раз слушаю. Я тоже помню как-то, знаете, давно, может вообще лет 20 назад, а может даже и больше. Что-то как-то я в пень въехал, что-то поступил как-то не по-христиански. И знаете, на первых порах нашей христианской жизни мы думаем, что так или иначе наша религиозная природа нам говорит, вот мы должны спасение зарабатывать. Как-то вот что-то надо делать доброе, а все плохое, когда мы сделаем, сразу Бог от нас отворачивается и не возьмет нас свое царство любви и мира. И мы вот как-то накачаны этим религиозным безумным чувством, не понимая, что вся Библия говорит нам про отношения детей и отца. И вот что-то я как-то поступил не так, как положено. И первая мысль. Наверное, я могу потерять спасение. Сижу, помню, думаю, думаю, а вдруг вот я сейчас умру и не пойду в рай, окажусь там в преисподне. Какие-то картинки страшные такие мне в голову, я такой думаю, так-так, что-то надо делать. Сижу, боюсь, в общем, боюсь. И вы знаете, и такое чувство приходит. А вот если бы Христос вот сейчас лично вот пришел бы ко мне, как бы я отреагировал? Вот даже в моем вот неправильной ситуации, неправильном поступке, вот Христос зашел. И у меня такая прям картина, что как будто я сижу у окна, а он идет снизу. Знаете так, недалеко Христос идет. И у меня такое чувство внутри, именно чувство, ничего другого, эмоции. Я думаю, да я бы в окно прям выпрыгнул к нему. Побежал бы прям к нему, сказал, Господи, да я ждал тебя всю жизнь свою. И думаю, не поверю. Вот прям себе внутри, думаю, не поверю, что он скажет. Я видел, что-то натворил. Пошел вон, щенок. Потому что я знаю Христа, он так не поступит. И ко мне пришло такое глубокое удовлетворение, я понял. Да какой мой неправильный поступок может меня оторвать от любви моей? Я вдруг сразу перевожу себя на моих детей. Думаю, да вот дети мои сколько раз в косяк заезжали. Чего только не делали. У меня там кто-то из детей в детстве там по стене настучал сапогом. Смотрю, там ужас. Я только что поклеил обои, а там такие пятна. У меня кошмар. А ребенок мой, это я, такой довольный. И я смотрю и думаю, что делать? Вроде испортил. А с другой стороны, вот эти вот детские наивные глаза, ты даже ругать их не можешь. Потому что они тебя любят всей душой. И я думаю, господи, так вот где ключ, который мы никак не можем понять нашими религиозными мозгами промытыми. Что его любовь, она настолько мощная, настолько большая. И он говорит, ну вы меня полюбите такой же любовью. Ну попробуйте хотя бы всею душою своей, сердцем, душою. Потом дальше говорит, всею крепостью. Что наша крепость? Как правило, люди зарабатывают. Люди достигают какого-то авторитета в жизни. И вот у них появляется это чувство всегда, что ну я сам это сделал. Это естественно происходит с душой человека. И Бог главное не противится. Он позволяет нам расти по лестнице экономической и, ну там, не знаю, карьерной лестнице. В этом никакого греха нет. Это прекрасно наоборот. Но интересно, кому ты воздаешь за это славу? Ты воздаешь славу себе или ты говоришь, господи, кто я был? И ты мне даешь такую вот возможность. И вот я смотрю, люди сегодня живут, ничего не жертвуют для Бога. Ничего не делают для Евангелия. Они от своей крепости нисколько не дают. Возвращаемся на мою гору опять на этой неделе переживания на лыжах. Вот как раз я там стоял и думал, сколько замечательных, прекрасных людей. Их сотни там катаются, если не тысячи. Катаются на лыжах, хорошо одеты, в этих экипировках красивых. Вся эта турбаза, это же огромные деньги. И думаю, самое страшное осознать, что многие из этих людей ни копейки, ни копейки не отдали на дело Евангелия. Никогда. И у всех хорошее объяснение. У всех замечательное. Говорят, а эти попы жируют там и так далее. Но если кто-то и жирует, предположим, ну так ты не давай тогда попу, ты дай на Евангелие. Сам купи новые заветы. Раздай. Поедь куда-нибудь в дом детский, расскажи людям Евангелие. Ну тогда так сделай. Ну, кстати, не знаю уж там что про попов, не знаю, но я знаю евангельский мир, евангельский. У нас церковь в России одна из самых известных, наша церковь. У нас пасторы одни из самых известных, включая меня. И даже вот при моем статусе и епископа, и все, я живу жизнью обычного человека среднего класса. Я не катаюсь на дорогих суперавтомобилях, там не одеваюсь в бриллианты, еще в что-то. И я думаю, а другие пасторы, у кого церковь по 30 человек, по 50, они вообще выживают. И вот люди придумали себе философию. Если я пожертвую в церковь, там, свою тысячу рублей, вот понимаешь, этот вот пастор там в деревне Кукуева, который ездит на своей инвалидке и пешком ходит там к местным людям, он прям обогатится. Думаешь, Господи помилуй вас всех. И вы не даете, ну я не про вас, я тем людям говорю, не даете, потому что у вас просто нет любви к Богу. Просто нет этого осознания. Я вот сам первое свое Евангелие получил, когда был в армии. В 90-м году, советская еще эпоха, ну заканчивалась. Я стоял в Германии в армии на посту. И мирские люди, вернее, простите, штатские люди, немцы, подарили мне Евангелие. Евангелие, вернее, простите, штатские люди, вернее, простите, штатские люди, вернее.